Поздней осенью 1632 года из деревни Энинген в Гессене бедный пастух по имени Гентц, круглый сирота, не помнящий ни своих родителей, ни откуда он родом, отправился в Южную Италию искать лучшей доли. Его путь пролегал через город Вальцгут на Рейне в Константской епархии. Вдруг Гентца буквально пронзило чувство, что эти места имеют к нему самое непосредственное отношение. Ноги как будто сами вели пастуха к нужному месту, которым оказалась роща. Войдя в нее, Гентц осмотрелся. Неподалеку, прямо из-под земли, бил источник. Юноша приблизился к нему, склонился, выпил воды. Спустя много лет он рассказывал своим внукам историю о том, как вода вернула ему память. И он вспомнил и эти места, и отца, и мать, и дом, в котором родился. Как утверждает современная наука, водная структура организма каждого человека идентична структуре воды того места, где он родился. Поэтому наша внутренняя связь с местом рождения сохраняется на всю жизнь. И значит, понятие Родины имеет не только возвышенный поэтический смысл, но и вполне конкретное физическое содержание. Нигде в мире нет одинаковой воды. Пробиваясь на поверхность через минералы, через горные породы, вода вбирает в себя вибрации почвы, информацию о ее биологических и энергетических особенностях. Вот мы проверяли здесь совершенно замечательную воду, которую продают в больших бутылках, и фирма-производитель ставит на нее клеймо, что это лучшая вода в мире, но она пустая, она мертвая. Она действительно чистая, она хорошая, в ней там добавлены даже какие-то минералы, но это мертвая вода, в которой нет энергетики и нет жизни. Человек, скорее всего, не почувствует особой разницы между чистой природной и искусственно очищенной водой. А любое животное всегда выберет воду из источника, потому что эта вода насыщена природными энергиями. Совсем недавно было открыто еще одно уникальное свойство природной воды. Оказалось, что такая вода способна гореть. Горение природной воды, там горит сама вода. И она горит именно потому, что она особым образом структурирована, природная вода. Горение на строгом научном языке – это процесс окисления с выделением тепла и света. Вода же горит при температуре окружающей среды, а выделяемый свет фиксируется с помощью сверхчувствительных приборов. Непрерывно активируется кислород, и непрерывно сгорает какая-то органика, и мы тут же видим выделяющийся свет. Вот горение воды – это немножко более растянутый во времени процесс, потому что если бы, не дай бог, он был таким, то она бы тут же вся сгорела. Эта вода на земле. 3 июня 1940 года в советское полпредство в Германии была подброшена записка, автор которой просил срочно выйти с ним на связь. «Если это не будет сделано, моя работа у Гейдриха теряет всякий смысл», писал агент Вилли Лемон, известный под псевдонимом Брайтенбах. Он спешил сообщить о секретных испытательных полигонах и работах по созданию синтетического бензина из бурого угля с применением воды. Еще в 1913 году император Вильгельм поручил одному из крупнейших химиков Францу Фишеру обеспечить Германию жидким топливом. Отсутствие своей нефти могло подорвать позиции Германии в будущей войне. К 1941 году немецким ученым удалось получить горючее гидрированием угля. Однако это горючее оказалось в 10-12 раз дороже природного горючего из нефти, а его качество резко снижало технические характеристики боевой техники. После войны попытки создания горючего с применением воды были оставлены как неэффективные. В течение последних 15 лет над созданием такого топлива работает исследователь Джан Го Хуа. Сейчас мы продемонстрируем всем процесс приготовления эмульгированного дизельного топлива, а также представим его две стороны. Одна сторона — это повышение энергии, другая сторона — это снижение выхлопных газов. Это топливо, взятое из автомашины, структурированная вода. Если исходить из пропорции, то в процентном соотношении процент дизельного топлива составляет 79%, воды — 20%, эмульгатор — 1%. То, что внесено сюда, — это вода. Джан демонстрирует нам, что в горючее добавляется именно вода. Сейчас добавим сюда 1% эмульгатора. Моментально образуется эмульгированный раствор, похожий на молоко. Эмульгированное топливо вливаем в машину и используем его в движении. После длительного измерения мощность повысилась на 5%, экономия топлива составила свыше 20%. Правительство нашего государства придаёт этому серьёзное значение. Я даже думаю, далеко не все химики помнят этот момент. Вот если взять абсолютно высушить бензин, или в нём всегда есть какое-то количество воды, но вот специально его обработать так, чтобы из бензина устранить всю воду, этот бензин не будет гореть. Это было известно ещё в XIX веке. Для любого горения, чего угодно, нужно хоть какое-то количество воды. Всем пока! Возьмите себя на 1,6-7-8-6-8-8-6-8-8-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8.